Добрый день, это программа сферы спорта, микрофон на Вера Власова. Совсем недавно прошел большой праздник в Парке Победы, день рождения Ленинского района. Помимо всего прочего, на мероприятии кировчане и гости горды смогли увидеть показательные выступления детей и ребяток постарше в красивых таких белых костюмах, чуть позже знаем, как они называются. А все это действие называлось загадочным словом тэквондо. О том, что это такое, о тренингской работе, о личных достижениях нам сегодня расскажет кандидат в мастера спорта России, обладатель черного пояса, первого дана, чемпион мира по тэквондо 15-16-го годов, многократный чемпион России Даниил Бусыгин. Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители нашей прямой трансляции. У нас не совсем прямая трансляция, на самом деле мы записываемся на видео и особо жаждущие погрузиться в мир тэквондо может увидеть потом видеозапись на нашем сайте, хакирова.ру. Да, Даниил, очень рада вас приветствовать. И, во-первых, хочу поздравить вас с днём рождения. Очень приятно, что именно в этот день вы нас посетили. Спасибо вам, что уделили время, уделяете время. Я желаю вам уже сразу успехов спортивных, учеников благодарных, развивающихся и вам огромнейших перспектив, энергии, желания и возможностей. Спасибо большое. Спасибо. Итак, говорим мы сегодня о тэквондо. Итак, Даниил, что же такое происходило в Парке Победы, что ребята продемонстрировали, что это были за ребята? В Парке Победы и также в Кочаровском парке проходили мероприятия, посвященные либо дню города, либо дню рождения Ленинского района. На этих мероприятиях ученики, наши спортсмены, наши федерации показывали свои знания, свои умения. Они показывали как блоки, блоки именно защитную технику, так и ударную технику, как руки, так и ноги. Также ребята отлично выступили в самообороне. Старшие у нас показывали самооборону, как можно защищаться без оружия. Также показали спалкой. Старшие это какой возраст? Старшие, я их зову с 12 лет. Они у меня занимаются, с 12 лет самая старшая. А самые младшие ребята выступили? Младшие ребята, ребёнку было 7. 7 лет? Младшему, пока что. Вот. В принципе, ребята также показывали спецтехнику. Специальная техника это разбивание досок. И силовое разбивание. Это тоже разбивание досок. Отличается это тем, что специальная техника, она выполняется в прыжке. А силовая техника, она уже на месте. Встал, сделал удар, все похлопали. Очень много всего Вы назвали, и это всё объединяется с общим термином Тхэквондо. Что же такое Тхэквондо? Откуда это к нам пришло? Почему у нас в Кирове это вдруг стало так в значительной мере приживаться и возрастаться? Ну, Тхэквондо, в принципе, это корейское боевое искусство. Оно переводится с корейского как путь руки и ноги. Также Тхэквондо ещё называют бокс ногами. Хоть как это, ну, слышно, не звучало, да. Многие очень активно участвуют. В принципе, в Тхэквондо используется до 70% работы ног, то есть ударная техника, и до 30% рук. Вот так вот. Поэтому и сравнивают бокс... Как у футболистов почти. Да, и Тхэквондо. Ну, у футболистов, наверное, руки не так задействованы, как в Тхэквондо, потому что в Тхэквондо руками тоже разрешено бить. Как давно эта система появилась? Кто её изобрёл и для чего? Ну, как раз-таки изобрёл генерал Чой Фунхи в Корее. Я так понимаю, как, по моим знаниям, изобрели его в Корейской армии для того, чтобы применять вот это боевое искусство в целях самообороны, в целях боевых действий. То есть это именно защита, а не нападение? Да, не нападение, а именно защита. То есть это как раз очень важно, и наверняка детям обладать такими умениями и навыками. В чём отличие Тхэквондо от других единоборств? От других единоборств. В принципе, отличий много. Например, давайте возьмём этот же бокс и Тхэквондо наше. Опять-таки Тхэквондо ещё подразделяется на несколько видов, чуть попозже расскажу. А так, в боксе работа рук, и всё. Работа ног, но без ударов. То есть в боксе, опять-таки, не работают ноги. В том смысле, не бьют ими. В Тхэквондо, наоборот, мы применяем как технику ног, так и технику рук. То есть мы можем делать комбинации, состоящие не только из ударов руками, но и ногами. И можно их как бы соединять вместе. Да, хотела ещё спросить. И в восточном единоборстве, когда мы обсуждаем здесь, в этой студии, в программе «Соверый спорт», мы берём несколько аспектов. Во-первых, практические, то есть какие навыки физические ребята обретают, занимаясь этим видом спорта. И духовные. Какие качества воспитывают в ребёнке, либо во взрослом человеке, вот именно этот вид единоборств. Что Вы про свой вид можете сказать в плане духовности, какой-то эстетики? Ну, давайте про духовность поговорим чуть-чуть. В принципе, в Тхэквондо и на тренировках, и в жизни мы всегда спортсменов своих заставляем, не заставляем, а просим выполнять и соблюдать философию Тхэквондо. То есть на каждой тренировке мы соблюдаем вот эту философию. Она состоит, в принципе, из нескольких пунктов. У нас так называется... Сейчас скажу. Ну, в карате был устав. Я помню о Тхэквондо, но не знаю. В Тхэквондо называется это принцип Тхэквондо. Принцип Тхэквондо. Так вот, прямо по-русски так и говорят. Есть их всего пять. Могу с Вами, давайте, даже попробовать повторить. Давайте вот ладошку вытянем вперед. И вот у нас пять пальцев, пять принципов Тхэквондо. И по одному будем сгибать, начиная с мизинца. Значит, первый принцип, давайте вместе со мной повторим. Первый принцип это уважение и вежливость. Повторяем. Уважение и вежливость. И сгибаем пальчик. Это первый, самый главный принцип, который должны соблюдать дети на тренировке. Второй принцип. Честность и доброта. Честность и доброта. Да. Третий принцип. Настойчивость и терпение. Настойчивость и терпение. Четвертый. Самоконтроль и самообладание. Самоконтроль и самообладание. И последний это сильный дух. И вот кулачок у нас получился с Вами. Вот пять принципов. Закрывается все сильным духом. Да. То есть вот настоящий кулак, как правильно бывает, вот так вот сгибают. Это все тоже неправильно. Вот мы с Вами раз, два, три, четыре, пять. И согнули, правильный кулак сделали. Таким образом он не повредится и пальцем сломается. Пальцем. Все верно. Правильно. Такой надежный инструмент уже в работе получается. Как дети реагируют, как они относятся? Потому что я так понимаю, что приходят к Вам детки помладше семи лет заниматься? Да. Ну, в принципе, так вон, как я уже говорил, можно заниматься, приходить с четырех лет. Бывают детки из трех приходят, когда очень хотят. И до конца, пока не надоест, да, в принципе, можно заниматься. Если это нравится, если хочется позаниматься, хочется порастягиваться, хочется там повыполнять удары, технику, то все дороги открыты. То есть от четырех лет мы, в принципе, в федерацию нашу набираем группы, группы и новичков. Также у нас занимаются и старички. В моей такой большой группе, состоящей из пяти групп маленьких. Это все вы тренируете? Да. У меня есть от четырех лет, и самый старший возраст, это пока что 14 лет. А Вам сейчас исполнилось 19. Да. То есть, в принципе, моя тренерская карьера началась с 16 лет. Я был помощником своего инструктора, своего тренера с 16 лет, помогал ему проводить тренировки. И вот с 18 лет, с того года, я начал уже официально тренировать младшее поколение наше. Ну, давайте, раз уж о Вас начали говорить, очень хочется рассказать о том, что сегодня перед нами есть. Даниил принес огромное количество своих наград, причем он сказал, что это только малая часть. Те, кто смотрит нас сейчас на сайте, могут видеть огромное количество медалей. Перед нами сейчас есть. Даниил, расскажите, что это такое, и Ваша история, как Ваши взаимоотношения в Текмандо складывалась. Чего Вы начинали, почему Вы сюда пришли, в Текмандо? Да. Значит, я начал заниматься с 7 лет, то есть это, в принципе, первый класс. Меня записали родители. Так уж и рано причем, да, считается? Да. Ну, в принципе, да. Привели меня в этот спорт родители. У меня папа занимался Текмандо. Чуть-чуть попозже могу рассказать о его достижениях. А давайте сразу. Сразу? Ну так, папа начал заниматься очень уже поздно, как раз-таки в 18 лет, ездил в Москву на аттестацию и получил желтый пояс. Желтый пояс – это какой по очередности? Давайте посчитаем. Первый пояс – это белый, потом бело-желтый и потом уже желтый. Ну, в принципе, это третий. Вот. Третий пояс он завоевал, получил. Вот. И так сложилось, что папа ушел в армию и уже после армии уже работа, семья и так далее. Вот. И папа, наверное, играющую роль, да, самую важную сыграл, он реализовал себя во мне. То есть он… Свои достижения, да. Свои достижения, да. Какие-то недостижимые, да, вот надежды он переложил на вас. Все верно. Здорово. Вот. И я уже его обогнал. Уже к 18-ти годам у меня уже был черный пояс. Ого. Это, конечно, не последний. Не последний еще. В Текмандо есть 9 черных поясов, 9 данов. Цветные пояса называются у нас гыбы. Черные пояса – даны. То есть цветные пояса – это для новичков, для новичков, которые еще только начинают заниматься, у которых уже появляется опыт, а уже на данные сдают те, кто уже заслужил. То есть на пояс. Вы сейчас на первой ступеньке. На первой ступеньке. В принципе, я на черный пояс аттестовался в 2012 году. Если посчитать, мне было 13 лет. Обалдеть. В принципе, это такой юный возраст, в котором можно получить черный пояс. К 14 годам уже, в принципе, вполне можно получить черный пояс. То есть с 7 лет до 13-ти вы прошли все цветные пояса. Все цветные пояса, да. Ну, давайте, наверное, для начала покажу сертификаты. Да, давайте. Они пришли из Кореи. Почему их два? Потому что у меня есть два сертификата, два вида, по двум видам, по двум дисциплинам Тэквондо. Первый сертификат, который мне пришел, он выглядит вот так вот. Да, это желтый лист, очень большой, красивый. А что это написано? Да, значит, ну... Как раз-таки вот это один из видов Тэквондо, ИТФ называется. Вот его символика. Что значит Тэквондо? ИТФ, International Taekwondo, Национальное Тэквондо, в принципе. Да, Федерация. Вот здесь написано, кто такой, где проживает, какой пояс присвоен. А номер, это номер паспорта вашего, да, номерного спортивного? Ну, нет, не паспорта, именно, да, спортивного. Спортивного. Спортивного, да. И прописана вот дата, 18 марта 2012 год. Угу. Ну, когда вам пришло? В 2012 году, как раз-таки, как только я тестовался, мы подали документы, точнее, мой тренер подал документы в Корею, в Корею, чтобы вот пришел мне вот такой сертификат. Это первый мой сертификат по Тэквондо ИТФ. И второй сертификат, это тоже Тэквондо, но по Тэквондо ГТФ. ГТФ, Глобальная Федерация Тэквондо, она так называется. Вот тоже эмблемы, уже видели, да, отличаются эмблемы. То же самое, все, фотография. Более официально будет. Кто получает, да. И какой пояс, и тоже март 2012 год. Угу. Вот. Это вы все получали, живя в Кирове? Все, в Кирове, да, мы подавали документы в Корею. Вот, и через, примерно, через полгода уже вот эти документы пришли к нам в Киров. Боис, а много ли таких ребят, то есть, как вы, которые там в 13, 12, 13, 14 лет получают черные пояса? В Тэквондо? С такими документами. В принципе, мы на это и работаем, чтобы каждый человек, каждый ребенок смог уже к 12 годам получить, уже завоевать свой первый черный пояс. То есть, все методики обучения в нашей Федерации построены на то, чтобы реализовать себя, реализовать себя и с помощью, как раз-таки, этой работы, с помощью этих методик получить результат так таковой. Вот. Значит, давайте приступим к моим медалям. Ну, как я уже сказал, начал заниматься 7 лет. Начал заниматься я в 54-й школе. И тогда еще у нас называлась эта секция. Меня записали в секцию Тэквондоу. Ну, да, были тогда спортивные секции, управления. Да. И потихонечку, не спеша, я начал заниматься. Возможностей было не так уж и много. То есть, никакого материального обеспечения у нас не было. Ну, секции, скорее всего, были бесплатные, да, за счет школы существовало это? Да, да, да. Все верно. Вот. И занимались мы в маленьком зале 54-й школы. Сейчас такими матами, наверное, да, старыми? Дальше, потихонечку, не спеша, вот я ходил на тренировки. Тренировки у нас проходили 3 раза в неделю. Это такая, ну, хорошая нагрузка. В принципе, чтобы и не забыть, что мы проходили, и отработать новое. Вот. Вот. Выступал дальше уже на соревнованиях. Появлялись какие-то успехи. Первые мои соревнования проходили в республике Коми, город Цыктывкар. Ну, там у меня не так все хорошо сложилось, как это бывает у всех новичков. Да. Я занял третье место. И мне вручили вот такую маленькую миндальку. К сожалению, я ее среди множества миндалей не нашел к нашему эфиру. Вот. Ну и по мере того, как я занимался, я выступал на соревнованиях, повышал свой уровень. И все занимались на базе 54-й школы. Пока что, да. В то время. Да. То есть какая инициатива должна идти от вашего тренера была, да, чтобы так вот вести, давать знания, информацию, навыки. Потрясающе. Да, все верно. В принципе, у меня тренера зовут Сунцов Алексей Владимирович. Он является мастером спорта международного класса. Вот. Обладателем четвертого дана. Если у меня первый, у него четвертый. Большое ему спасибо за мое развитие, за вклад и дальнейшее продвижение меня в роли тренера и в роли спортсмена. Так как я не только тренирую детей, но и продолжаю заниматься этим видом спорта. Вот. Значит, много соревнований в моей жизни было. Много побед, много поражений, как это бывает. Много рева. Вот. Куда же без этого? Конечно. Вот. И, наверное, решающим фактом был выезд. Был выезд меня. Ездили мы с моим тренером и с моей командой, с нашей командой на чемпионаты первенства России. Я уж, честно, не помню, в каком это году было. Не помню точно, какой у меня был пояс, но уже был черный. То есть, и там мы уже начали заниматься как раз-таки в спортшколе юность. Как называется сейчас юность. Раньше это было богатыри. Мы начинали, продолжали, точнее, заниматься там, начинали в 54-й, продолжали заниматься там. И вот по мере нашего развития, нашего продвижения мы смогли в Кирове организовать и создать вот несколько, уже девять, точнее, пунктов, пунктов залов, в которых дети могут прийти и позаниматься. Вот. Значит, первые мои международные срывания проходили в Италии, город Руана. Там я отобрался со своим другом Дмитрием Носковым, тоже таким известным человеком в тренерской деятельности, именно в тэквондо. Мы с ним занимались вместе и продолжаем. Параллельно шли. Да, все вместе. Но сейчас он уже сдал на второй дан. Опережает. Да, опережает чуть-чуть меня. Можно догонять. Я пока подумал, ну, еще чуть-чуть подержусь, а потом уже с новыми силами после отдыха уже постараюсь сдать на второй дан. Итак, Руана, перед нами четыре медали. Золото, серебро, две бронзы. Очень красивые в исполнении, с красивыми волны, с крыльями. Это символ, как вы сказали, за эфиром соревнований. Почему две бронзы? Две бронзы как раз-таки это мои личные выступления. Если золото и серебро я смог завоевать в команде, то бронзы, к сожалению, как и начиналось на моих международных сорваниях, я вот первый получил бронзы две. Две бронзы, они были завоеваны в двух дисциплинах. Это стоп-поинт и масоги. Так, рассказывайте сразу, что это такое. Значит, масоги, у нас есть много видов, по которым дети могут выступать на сорваниях, по которым они занимаются. Чуть попозже расскажу о всех интересных видах для детей, а сейчас об основных. Основной вид – это один из масоги. Масоги – это, в принципе, бой, бой в защитном снаряжении. Обязательно должен быть шлем, капа, перчатки установленного образца, не боксерские, а именно с открытой вот здесь вот ладошкой, чтобы не было жесткого контакта. Ну, защита на пах и футы. Вот, это, в принципе, бой. Да, да. В принципе, это, ну, такой самый обычный, самый простой бой, где, в котором, которым тоже используются, как и в кикбоксинге, в боксе – это, ну, просто бой. Просто бой, в котором ты за попадание по своему противнику просто зарабатываешь баллы. И вот моя первая медаль – это было третье место бронзовой медали. Первая международная. Первая, да, международная медаль моя. Вторая международная медаль, тоже третье место, она была завоевана в дисциплине масоги, я уже рассказал, стоп-поинт. Стоп-поинт, почему я и как-то сбился, они, в принципе, две эти дисциплины похожи. Но отличаются лишь тем, что масоги – это бой без остановки, а стоп-поинт – это бой с остановкой. То есть, как фехтование, одно касание, бой останавливается, присуждаются баллы. Вот так и у нас здесь. Здесь проводятся точно такие же соревнования, бой, в этом же защитном снаряжении, но при котором при попадании, при первом попадании в любую часть тела присуждаются баллы. В тэквондо, сразу хочу сказать, во всех видах нельзя выполнять ни бросков, ни грубых нарушений, таких как удары по шее, затылку, спине и ниже пояса вообще у нас в тэквондо бить запрещено. То есть, незащищенные части. Да, незащищенные части. По ним нельзя уже бить. Значит, давайте дальше. Второе место у меня тоже было в такой дисциплине, как Масоги, но уже было командное. Командное Масоги, где мы уже всей сборной, нас там было уже 5 человек, то есть из нескольких городов наша группа состояла, уже бились против других стран, уже точно не помню каких, вот, бились против других стран и смогли уже завоевать второе место. Второе место, потому что в финале мы встретились с первым составом. С первым составом этой же сборной России. То есть в финале получилось так, что вышли обе сборные России. И первый состав, и второй. Вы были вторым составом? Я был второй состав по Масоги, по спаррингам. И первая моя золотая медаль на международном турнире. Самая дорогая. Самая дорогая медаль. Да, это была медаль тоже в командной дисциплине, так называемой Хьонги. Хьонги это, их еще называют формальный комплекс. Формальный комплекс, он похож на бой, обусловленный бой с несколькими противниками, где применяется вся техника, которую изучает и новичок, и человек постарше, и уже профессиональный спортсмен. Там выступали, почему в команде? Потому что выступал не один, а уже пять человек. Мы стояли вот таким уголочком и выполняли эти формальные комплексы как раз-таки на синхронность. На синхронность движений, на жесткость, на точность передвижений. То есть мы работали как единое целое. То есть благодаря этому... Очень красиво, наверное, было смотреть. Да, есть видео, у меня сохранено. Если что, потом как-нибудь встретимся, я вам покажу. Да, федерация, наверное, тоже выложена, да, в группе ВКонтакте? Не уверен, не уверен. Вот. И вот в этой дисциплине как раз-таки принимают пять человек, они выполняют формальные комплексы. Почему у нас так получилось, что я занял первое место? В принципе, я выступал у нас в сборной России по тэквондо. Принимают участие пять человек плюс один запасной. Вот. С регионов России, наверное. С регионов, да, России. Но я как раз-таки был... Запасной? Тем человеком? Нет. Как раз-таки тем человеком, который выступал. Выступал и помог команде завоевать первое место. Здорово. А расскажите, пожалуйста, вот раз уж мы коснулись с тему сборных команд, российской сборной. Второй состав. Какова доля там в контексте столичных спортсменов? Или это именно региональные все спортсмены? Ну, вот на моих международных соревнованиях, на которых я вообще участвовал, я бы не сказал, что какие-то города, как Москва, либо Санкт-Петербург, которые более развиты, наверное, в спорте, я бы не сказал, что они тоже пробиваются. У всех, в принципе, шансы равны. И так получилось, что вот я из такой маленького города Кировской области отобрался вот вначале во второй состав по масоге командным и в первый состав как раз-таки по комплексам. То есть мы можем сказать о том, что даже в то время, это 2015, да, год? Да, да. Даже в 2015 году Киров не только не отставал по уровню подготовки, в частности, спортсменов тэквондо, но и в некоторых смыслах опережал многие другие города, в том числе Москву и Петербург, потому что показывает обилие золота сейчас у нас на столе, да, и мастерство Даниила, которое сегодня перед нами. Едем дальше. Увесистые, большие золотая и серебряная медали. Что это? Значит, золотая и серебряная медали были завоеваны мною в 2016 году на серебряная медали в городе Казань, проводился чемпионат и первенство мира. Опять-таки, первое и второе место мне удалось завоевать с помощью моей команды Кировской области. Также получилось так, что второе место... Команда Кировской области не выступала. Команда именно Кировской области, юниоры, 15... На мировом чемпионате. Не на мировом уж, а на всероссийском. Всероссийском. Вот. Пять человек, как раз-таки мы готовились, и получилось так, что у нас снова второе место получилось по командным спаррингам и первое место по формальным комплексам, тем же Хьонгам. Вот. Давайте не будем на этом останавливаться, в принципе... Да, Россия нам не так интересна, как мир, учитывая обилие медалей, которые сегодня перед нами. Есть еще о чем рассказать. Тоже золото-серебро. Тоже самое. Я думаю, что тоже Казань. Тоже Казань. Уже был чемпионат мира, тоже в 2016 году, после чемпионата первенства России, проводился в городе Казань чемпионат и первенство мира. В 2016 году, в принципе, ничего не изменилось. У меня также получилось завоевать второе место по командным масоге и первое место по формальным комплексам. Тоже в команде выступали все сборы России. Вот. Ну и дальше отходной такой точкой, от которой я уже начал отталкиваться, вот эта медалька. Это медаль... Уже большой золото. Первое место на чемпионате и первенство тоже России, тоже в городе Казань, но уже в 2017 году. Если в предыдущих соревнованиях моих я более чаще завоевывал в командных, то здесь в командной мы не участвовали. Команда у нас распалась, кто-то уехал, поступил и так далее, потому что уже 18 лет школу закончили. И я выступал по личным соревнованиям, тоже в категории 15-17 лет, юниоры их так называют. И мне здесь уже удалось завоевать первое место. Первое место по формальным комплексам. По формальным комплексам. Кем же Хьонгам? Было очень тяжело. Я выходил около, наверное, 8 раз. В полуфинале по формальным комплексам у меня, там не у меня, а у судейской коллегии были вопросы к моему выполнению. Переделывали, да? Да, к выполнению другого комплекса и так далее. Получилось так, что у меня было несколько же противников. Их там было 60. 60? Ну, опять-таки, сразу скажу, что я не со всеми стоял, а по олимпийской системе. Получилось так, что были на этих соревнованиях два спортсмена с одинаковой фамилией. Фамилия Ким. Из разных городов они друг друга не знали. И, видимо, судейская коллегия не точно сказала фамилию и имя того спортсмена, который выходит против меня. И вышел другой. И там опять у нас вот пошло-поехало. Вышел другой. Тут я выиграл. Вышел снова другой. Опять меня уже позвали к судьям. Поговорили. Сказали так-то так-то. Давайте переделываем. Ну и со счетом 3-2 в упорной борьбе я смог все-таки завоевать первое место на чемпионате первенства России. Со слезами на глазах. И это послужило такой ступенью, ступенькой. Снова попал я в первый состав, уже в первый состав сборной России, где мне уже выдали экипировку форвард. Вот одна футболка на мне. Вот. И дальше мы уже начали готовиться как раз-таки к следующим стартам. Эти старты проходили в мае 2017 года, прямо перед моими экзаменами ЕГЭ, вот я поехал на Кубок Европы по тэквондо. Ездил я один. К сожалению, тренер не смог у меня поехать. Ездил один в 17 лет. Такой поступок, я считаю, самостоятельный. Да, самостоятельный. Вот. И там у нас тоже проходили сборы. Сборы. И там уже снова тоже начал выступать. Значит, проходили сорвания в городе Кишинев. Вот. Молдовия. Там, там, в принципе, тоже ничего не изменилось. У меня снова командные... Но это уже первый состав. Уже первый состав. По командам, по командам у меня получилось завивать первое и второе места. Первое место снова по этим же формальным комплексам в команде. И второе место по масоге, по боям в команде. Тоже второе место. Но здесь еще бронза и еще одно золото. Не-не-не, это все обе. Все три золотых и одна серебряная. Еще, получается, две золотых. Ну и самое, наверное, это для меня важное было выступление, потому что вот эти две золотых медали обозначают, что я стал абсолютным победителем Кубка Европы по Тэквондо. То есть я занял первое место среди первых-третьих данных по формальным комплексам. Занял первое место в категории 15-17 лет. То есть не только участвовали ребята, спортсмены моего уровня, но и были выше. Если у меня был первый дан, у меня был друг из Архангельска. Вот, у него третий дан. Вот мы с ним вместе соревновались. И это вот моя первая золотая медаль тоже, которая повлияла на меня, наверное, очень сильно, очень горд своим выступлением. Вот. И вторая медаль. По боям, в принципе, там не проводились. Этот же стоп-поинт проводились именно бои Масоги. Спарринги, их так называют, тоже занял первое место. Было очень много спортсменов из разных, из Украины, из Кишинева, из России несколько, и из, сейчас скажу, Дагестана. Вот. Ну что, вот такой у нас тренер по Тэквондо. Просто гордимся, восхищаемся. И наверняка это потрясающий пример для Ваших учеников. Конечно, да, наверное, я думаю, мои дети, которые у меня занимаются, точнее, смотрят на меня, гордятся мной и стараются подражать мне. Стараются уже. Бывает так, что на тренировках встаем друг с другом. Именно со старшими. Беждает Вас? Ну, стараются что-то делать. В принципе, возможности есть. Очень стараются дети. Молодцы. Вот. И, наверное, хотелось бы чуть-чуть кратенько, быстренько рассказать про федерацию нашей. Да, буквально очень кратко. Я бы даже предложила, наверное, нам сегодня с Вами еще проанонсировать то, что вот мы сегодня Даниила Бусыгина познакомили со слушателями. Это тренер федерации Тэквондо Кировской области. И постоянно, как Данина сказал, ведется набор. К Вам в группу-то можно попасть как-то? Ну, если постараться, то можно, если сейчас записаться. В принципе, мы сейчас набираем детей на летний период, составляем списки, и там уже будут решаться, кто к какому тренеру пойдет, в каком количестве в группе. Как долго еще будут набираться? Ну, до конца августа, в принципе, до начала учебного года, до сентября, дети могут набираться. У нас еще хотел бы сказать, что сейчас, летом, пока что есть возможность, проводятся бесплатные летние тренировки, вечерние, на которых могут присутствовать родители. Родители могут вместе с ребенком поучаствовать, попробовать себя в роли его тоже спортсмена. Проводит, как я уже сказал, мой тренер, Сунцов Алексей Владимирович, проводит эти занятия, чтобы познакомить и детей, и родителей с таким видом спорта. Да, а тогда я предлагаю, Данила, таким образом сделать, что где-нибудь в начале, середине августа, вы еще к нам в гости придете. Расскажите мне, как проходят занятия для ребят, где они проходят, как они проходят, была возможность записаться, записаться к вам, как-то поступить, деток направить. А сегодня мы вынуждены уже программу закончить, потому что времени очень мало остается, очень много всего рассказали. Вы еще хотели пару слов сказать о знании. Пару слов хотел сказать, что если раньше я занимался в секции, сейчас у нас это Кировская областная федерация Тэквондо, у нас есть своя группа ВКонтакте, набирайте так и Кировская областная федерация Тэквондо, заходите, читайте информацию, там все есть. У нас очень большая сеть залов по городу Кирову, в которых вы можете, родители точнее, могут привезти своего ребенка по месту жительства, куда ближе, посмотреть, попробовать и записаться. Насколько прямое возрастное ограничение по группе ВКонтакте? Там, наверное, либо отсутствует, либо 6+, 12+. Ну, чаще всего заходят родители, заходят родители. Вот, ну и хотел бы, наверное, большое спасибо передать Анастасии Александровне Беловой за такую возможность. Спасибо также хотел сказать радиостанции Эхо Москвы за такой опыт, первый в моей жизни опыт. И в день рождения. На радиостанции еще и в день рождения так карты сложились, так получилось. Очень приятно, очень сейчас хорошее настроение, потому что мне сейчас нужно тоже выдвигаться на тренировку в Метроград. Замечательно. Итак, заканчиваем мы сферой спорт. На сегодняшний день в гостях у нас был Данил Бусыгин, кандидат мастера спорта России, а против черного пояса пока первого дана, но, думаю, с ней надолго. Чемпион мира по тэквондо в 15-16-х годах, многократный чемпион России. Данила, спасибо большое, очень рада знакомству, еще раз в днем рождения и ждем вас и, возможно, с вашими воспитанниками уже. Попробуем, постараемся. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok